Художником, обогатившим отечественное искусство достижениями европейских живописных школ был Андрей Матвеевич Матвеев. Годы жизни с 1701 по 1739. Андрей Матвеев происходил из бедной семьи податного сословия. Согласно легенде, царь Петр I случайно увидел в Новгороде в Софийском соборе 14-летнего подростка, который на листке бумаги нарисовал профиль царя. Петру понравился сообразительный мальчик, и он отправил его в Голландию учиться живописи. По другим сведениям, настоящая фамилия будущего художника Меркурьев, а Матвеев – отчество, перешедшее в фамилию. Сестра его была прачкой жены царя Екатерины I. По просьбе этой сестры императрица и поспособствовала, чтобы талантливого юношу включили в число молодых людей, отправляемых на учебу за границу. На 15-м году жизни он уехал в Амстердам на царском обозе, как он сам указывал в отчете. Там он был учеником художника Кароля де Моора, которому довелось писать портрет царя Петра, когда тот приезжал в Голландию. Впоследствии скопированный Матвеевым с работы Моора портрет Петра I часто путали с оригиналом. Также Матвеев работал под руководством знаменитого портретиста Арнольда Бонена, который также писал портреты Петра и Екатерины. В 1724 году Матвеев переехал во Фландрию, в Антверпенскую королевскую академию, чтобы постигнуть тайны мастеров, создававших исторические и аллегорические картины. Академия еще была овеяна славой Рубенса и фламандской живописной школой 17-го столетия. От пенсионерского периода известно одно подписанное и датированное 1725 годом произведение Матвеева «Аллегория живописи». Это первая в России сохранившаяся до нас станковая картина на аллегорический сюжет. Небольшая по размеру, написанная на паркетированной доске, она изображает аллегорическую фигуру живописи в окружении амуров, сидящую у мольберта. Ей позирует Афина Паллада, которую она придает на холсте черты Екатерины I. Такая метаморфоза не должна удивлять, если вспомнить, что Матвеев послал это произведение императрице с просьбой продлить его обучение. А для этого ему необходимо было продемонстрировать свое мастерство. Произведение несет в себе черты фламандской школы позднего барокко и выявляет богатое колористическое дарование художника. Пробыв за границей 12 лет, Матвеев в 1727 году возвратился на родину и успешно прошел аттестацию у придворного художника Луи Каравака. В предложенных Матвееву в 1730 году проверочных испытаниях в связи со службой в архитектурном ведомстве, в канцелярии отстроений, он с честью доказал свое право работать над портретами и сложными композициями. Через некоторое время Матвеев возглавил в Петербурге живописную команду канцелярии отстроений, вследствие чего руководил всеми монументально-декоративными работами, которые велись в Петербурге и его окрестностях. Его оклад составлял поначалу 200 рублей в год. В 1731 году с присвоением ему звания мастера оклад был повышен до 400 рублей. Это почти вдвое больше, чем получали другие русские художники. Некоторые из них имели оклад даже по 20 рублей в год. Иностранные мастера такого класса и должностей получали от 700 до 1500 рублей в год, но у последних и заказов было больше, и в дополнительную обязанность входило обучение русских мастеров. Не говоря уже о том, что часто жалований и вовсе забывали выплачивать. Матвеев сразу включается в работу по оформлению главного собора города Петропавловского, для которого исполняет не только самостоятельные картины, но и выступает как инвентар, то есть делает модели живописных композиций, а также свидетельствует вместе с персонных дел мастером Иваном Никитиным, архитекторами Трезини и Зимцовым, работы других художников. Андрей Матвеев также расписывал плафон Сенатского зала в здании 12 коллегий, единственный прекрасно сохранившийся интерьер 30-х годов 18 века. Ныне это Петровский зал Санкт-Петербургского университета. Писал иконы и композиции на библейские темы для церквей, расписывал императорские экипажи, прогулочные галеры, покой императрицы. К сожалению, все эти росписи дворцов церквей, как и декоративное убранство ряда сооружений, не сохранилось до наших дней. Матвеев был женат на двоюродной сестре художника Алексея Петровича Антропова, дочери кузнечного мастера Ирине Степановне. Ее он и изобразил на первом в русском искусстве парном портрете и автопортрете 1729 года. Единство произведения, достигнутые композиционными средствами и раскрытием внутренней близости обоих персонажей, их дружелюбия, ласковой внимательности. Лирическая одухотворенность автопортрета и душевная чистота отличает его от задорных автопортретов Рембрандта Саски, от роскошных портретов Рубенса, от добродетельных семейных портретов Ван Дейка, которые он видел в Нидерландах. Налицо отличие от нередко суровых произведений Ивана Никитина. Вместе с тем, с последним его сближает стремление конкретно и живо передать реальный облик модели. Матвеев показал себя в портрете человеком с простым и оживленным лицом, со смелым выражением черных глаз, сохранив свежесть характеристики. Хорошо видна свобода владения кистью, живописной лепкой объемов в воздушной среде. После смерти Матвеева его жена осталась четырьмя детьми и вышла замуж за купца. Младший из сыновей художника дослужился до звания статского советника и получил потомственное дворянство. В 1728 году Матвеев написал парные портреты супругов Голицыных. Изображенная в одном из них Анастасия Петровна Голицына происходила из старинного боярского рода. Была княгиней и статсдамой и вместе с тем князь игуменьей Петровского всешутейшего собора и шутихой Екатерины I. Художникам сохранена обычная схема заказного портрета. Разворот плеч, гордо посаженная голова, необходимые аксессуары одежды. Вместе с тем Андрей Матвеев создает необычайно выразительную характеристику, сообщив болезненно одутловатому лицу модели тончайшую смесь брюзгливости, высокомерия, надменности и вместе с тем обиды недоумения, грусти и усталости. Не осуждение, а сочувствие к модели, передал в этом портрете художник. Русская живопись в лице Никитина и Матвеева демонстрирует замечательное овладение приемами западноевропейского мастерства при сохранении только ей присущего национального духа, будь это строгость, даже некоторая аскетичность никитинских образов или тонкость и задушевность матвеевских. Обмерщение, которого добивался Петр в русской жизни, произошло в искусстве первой половины XVIII века в значительной степени благодаря усилиям этих двух живописцев. Через их учеников эти русские черты передались великим художникам второй половины столетия. Матвеева, между прочим, считают учителем художника Ивана Яковлевича Вишнякова, который хотя и числился учеником Луи Каравака, но по роду службы работал под начальством первого, а после его смерти занял должность главы живописной команды. Учеником Матвеева было известный впоследствии Алексей Антропов. Но Никитин и Матвеев далеко не единственные русские живописцы начала XVIII века. Видным портретистом был Иван Адольский по прозвищу Большой, умерший не ранее 1750 года. Известна его работа Екатерины Первой с Арабченком 1725 года. В число известных мастеров входил и его брат Григорий Адольский, умерший не ранее 1725 года. Также стоит упомянуть о сыне Григория Адольского Иване Адольском по прозвищу Меньшой. Он писал иконы для храмов Санкт-Петербурга и Петергофа и снимал копии с портретов, находившихся во дворцах. В первой половине XVIII века в России работало много иностранных художников. Не все хотел перенять Петр I у иноземцев. Любопытно его письмо от 1717 года, которым он пишет «Хорошо перенимать у французов науки и художество, и я бы хотел это видеть у себя. А, впрочем, Париж воняет». Главной задачей для него было изучить науки, ремесла, искусство, незнакомые ранее в Древней Руси, а затем воспитать свои собственные кадры в области как науки, так и культуры. С этой целью он и вводит заграничное пенсионерство. Петр говорил о том, что России иностранцы нужны только на несколько лет, и затем русские сами их превзойдут. Известными иностранными художниками того времени были Иоганн Готфрид Танауэр в годы жизни с 1680 по 1733 или 1737, баварец, который учился в Венеции. Он приехал в Россию в 1711 году и состоял здесь в должности придворного мастера живописи и часовой работы. Танауэр до конца жизни проработал в России, исполнив здесь многочисленные портреты Петра I, царевича Алексея, Меншикова и других. Одно из лучших его произведений – портрет дипломата графа Петра Андреевича Толстого 1719 года, отличающийся цельностью живописного решения и острой индивидуальной характеристикой модели. Георг Гзель, швейцарец из Сен-Галена, художник скорее натуралистического, чем реалистического направления, запечатлевший для нас раритеты консткамеры, среди которых портрет знаменитого великана-буржуа – наивное изображение с не менее наивной надписью «Сильной мужик». Луи Каравак или Лудовико Каравак – марселец испанского происхождения, живший в России с 1716 по 1754 год. Занимался самой разнообразной работой – от писания портретов и создания эскизов настенных росписей, вплоть до художественной экспертизы тканей, закупаемых для императрицы. Первый придворный маляр создал портреты почти всей царской семьи и познакомил русских с только что складывающимся во Франции искусством рок-о-ко. Он написал несколько портретов Петра Первого, а также его дочерей – Наталье 1722 года, Анне и Елизаветы 1717 года, Елизаветы в образе Флоры, Наталья Алексеевна и Петра Алексеевича, внуков Петра Первого, в образе Дианы и Аполлона. Позднее императриц Анны Иоанновны 1730-х годов и Елизаветы Петровны 1750 года. Портреты Каравака 30-х-50-х годов в большинстве случаев имеют парадный характер. Неподвижные фигуры Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны в пышных одеждах, мантиях с атрибутами императорской власти заполняют всю плоскость холста. Это идеализированные изображения, назначение которых – создать величественный образ самодержец. Знаменательно, что некоторые из иностранных мастеров, приехавших в Россию, чтобы обучать русских художников, сами менялись под воздействием наших национальных традиций, как было, например, с Караваком, заметно изменившим свою ракальную манеру в 30-е годы и приблизившимся к старорусским порсунным приемам письма. Разнообразна и богата в начале XVIII века портретная миниатюра, в которой находят развитие традиций миниатюр, рукописей и книг Древней Руси и росписи на фенифте, то есть эмали. Наиболее крупными представителями миниатюрного портрета были блестящий мастер по эмали Андрей Григорьевич Овсов, родился около 1678-го, умер в 40-х-50-х годах XVIII века. И Григорий Семенович Мусикийский, родился в 1670-м или в 1771-м, умер после 1739-го. Мусикийский исполнил в технике эмали не только отдельные портреты, но и миниатюрные композиции, изобразив Петра с семьей. Очень показателен для эпохи портрет Петра I 1723 года, представленного опирающимся на пушку на фоне Невы с кораблями и Петропавловской крепости. Чистые яркие краски этой миниатюры, четкий и ясный рисунок хорошо передают жизнеутверждающее чувство, с которым Мусикийский обращается к образу Петра и пейзажу молодой столицы. Созданные ими миниатюрные портреты Петр I дарил в знак милости своим приближенным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...